Великобритания готова сделать действительно неожиданный, но крайне необходимый шаг – передать прототипы боевой лазерной системы Dragonfire, которая уже успешно проходит испытания и уничтожает цели. И это несмотря на то, что в британских вооруженных силах планируют развернуть эту систему не раньше 2027 года. При этом работа ведется в ускоренном режиме подаводки прототипов и отправкой системы, даже если они еще не будут готовы на 100%. Желание отправить первые образцы Dragonfire для реального боевого эксперимента все равно выходит за пределы альтруизма, потому что это прагматичное решение. Во-первых, отправка Dragonfire в Украину позволит провести его испытания не на полигоне в тепличных условиях, а на поле боя против реальных угроз. Это ускорит доведение комплекса до боеспособного состояния и приблизит его серийное производство. При этом следует отметить, что разработка Dragonfire началась еще в 2017 году. Чем дольше разработка продолжается, тем больше денег она требует из бюджета и вызывает больший скепсис. Это хорошо видно на примере Пентагона, где в МЭС США уже заявили, что до реальных боевых лазеров еще очень далеко. И это при том, что первый реальный образец N SEQ-3 LAWS был установлен на боевой корабль еще в 2014 году. Во-вторых, отправка Dragonfire докажет реальную боевую эффективность системы против современных угроз. Отметка «эффективность доказана в бою» будет значительным аргументом для заказа как для других стран, так и для собственного правительства и парламентариев, согласующих бюджет. В-третьих, это действительно поможет Украине, так как речь идет о системе, использующей 55-киловаттный лазерный луч, фокусирующийся из 37 отдельных каналов, мощностью 1,5 кВт каждый. Такую мощность уже можно считать стандартной для таких систем, потому что она позволяет прожигать не только пластик, но и металл, выводя из строя дроны, ракеты и потенциально-артиллерийские боеприпасы. Однако создание мощного лазера – это лишь половина задачи. Еще одним крайне важным требованием для его эффективности является фокусировка луча в течение нескольких секунд на цели. Это необходимо для прожигания корпуса. При этом нужно держать лазерный луч на движущейся цели. На данный момент заявленные характеристики Dragonfire для СМИ включают фокусировку на расстоянии 1 км с точностью 23 мм, но реальные возможности эффективной дальности остаются неясными. Тем не менее, несмотря на все преимущества боевых лазеров, существует несколько важных факторов, влияющих на их эффективность. Погодные условия могут влиять на рассеивание лазерного луча в тумане при низкой облачности и дожде. Также важна скорость уничтожения целей, особенно когда речь идет о массированной атаке нескольких целей одновременно. Поэтому заинтересованность Министерства обороны Великобритании в отправке прототипов Dragonfire в Украину понятна. Несмотря на то, что стоимость выстрела таких лазерных систем может быть невысокой, сам комплекс и его технологии будут стоить дорого, это должно не только усилить ПВО, но и развеять сомнения в эффективности боевых лазеров, ускорить разработку и получить заказ на этот комплекс.